как подобрать идеальные очки для себя я расскажу о том как классический вариант выглядит когда вы подобрали себе идеальные очки алена расскажет о том какие фишки в этом сезоне и что прикольного можно придумать очками и так есть определенные правила подбора очков первое верхняя часть очков должна повторять линию брови и ни в коем случае не должна заканчиваться вот здесь вот либо здесь если очки заканчиваются ниже уровня бровей то создается ощущение что глаз разрезан и возникает некая помеха вообще не с вами нижняя часть стекол должна повторять форму лица овал лица ширина очков должна быть не шире чем ширина самого лица до чтобы все смотрелось гармонично когда у вас очки надеты сам зрачок должен находиться ровно посередине каждого стеклышка и еще когда вы надеваете очки под стеклышком у вас должен свободно проходить мизинчик если он у вас не проходит то когда вы будете улыбаться у вас будет будут щеки передам да и просто сам дискомфорт ощущение носки очков потому что они будут улыбаясь и щеки поднимают очки они у вас уходят кверху это выглядит глупо запотеет еще ну давайте посмотрим разные формы очков и посмотрим какие ошибки и насколько какая модель мне подходит вот я выбрала самый неподходящий для меня мне кажется модель вот смотрите форма по бровям совпадает слишком круглая для низа лица слишком узкой для моего лица из-за этого мое лицо да и визуально кажется еще шире мне кажется да и вот этот белый рисунок он классный кошачьим такой кошачий глазик но из-за того что основная форма круглая на моем лице смотрится мелковато и мое лицо относительно этих очков кажется больше щечки пухлее кажется это классический кошачий глаз который по идее должен вытягивать форму вот эту верхнюю часть вашего лица но дело в том что здесь кошачий глаз он убежал до предела твоего овала да и плюс у него вот здесь вот такая часть которая создает узкую такое узкое ощущение у тебя получается глаза просто разъехались вот на таком расстоянии да да сами очки отдельно с меня мне очень нравится но если бы они имели на единый цвет допустим да то есть форму полностью такую вытянутую так как здесь вот эта капелька серы там еще металлы сверху все это дисгармонии получается немножко нет это нужно конечно вот овал лица брали классические капли я знаю что они модны но мне если честно не то ли столом а то ли антонова напоминают хотя массива нравится классические авиаторы которые засели плотно в классике у них есть любители есть те которые будут продолжать покупать тебе хорошо на самом деле просто это не твой стиль ты больше классическая дама авиаторы и классика немножко не а все вообще это можно носить ну понятно джинсы футболка что еще волка блейзер жакеты бомбер все что угодно но дело в том что должен быть где-то элементы не то что спорта такого легкого каждого присутствовать то есть это не слишком выдержанный классический образ должно быть где-то вот такая вот расхлябан вот здесь почти посерединке зрачок немножко бровя не хватает и здесь хорошо мне кажется да и пошире мне тоже тебе как вариант очков если допустим все свои модели ты имеешь тебе можно так и метеори на всякий случай когда ты наденешь вот здесь у нас кошачий глаз как мы перед этим здесь все в едином цвете так да по идее мне нравится может быть еще один момент вот эту переносицу не контрастно да не контрастно и вот здесь чуть добавить потому что может быть немножко да то есть вот здесь хочет их опустить но если мы опустим у нас появится брови это будет уже неправильно поэтому здесь не хватает формы да и моя форма лица ближе квадратная а вот это она вытягивается да и кажется что у меня так лицо было у нас был плюсик вот это как раз тот стиль когда я не классика и не спорт и в общем какой-то такой что-то среднее это нужно ты можешь носить повседневно с любым образом и твою может сочетаться как из классика так и скажем и естественно но не со спортом потому что здесь фурнитура достаточно классическая еще и вензеля присутствуют на видеться поэтому форме оставлю плюсик она не сужает и не расширяет твое лицо поэтому и достаточно хорошо на бровях сидит и не плотно прилегает к щечкам мизинчик проходит здесь за счет градиента кажется что очки вот туда улетают и да ну смотри мои брови исчезли и твои просто непонятно вытягиваются странно да пропорции а если вот так немножко опустить то есть делать по бровям да немножко неграмотно может быть либо форма такая которая не идет твоему лицу либо у них какой-то какая-то неправильная посадка но дело в том что если поставить грамотно на место по бровям да то я бы им зачет поставила то есть прям и все и и ширина и форма и форма и зрачок ровно посередине и тот же тренд потому что сейчас как мы знаем входит в моду опять привет из 60-70 большая не то что оправа а сами линзы большие и ни в коем случае не толстая оправа которая была в том году по-моему в трендах сидел она как-то тоже сейчас только стекла либо линзы ну что давай теперь послушаем тебя какие фишки да вот возьмем тот же самый кошачий классный у него есть небольшой такой сюрприз при том как мы надеваем кажется что у нас вроде бы здесь все по бровям сидит так как нужно и вроде бы этот кошачий глаз который вытягивает визуально но за счет того что вот этот вот обрез не знаю мне не комфортно это может быть дело каждому кому-то может быть комфортно мне нет мне хочется все-таки продолжение я больше закладываю либо я такой классик что мне надо классик увидеть во всем но это такие очки они привлекают на себя внимание привлекают однозначно интересная модель есть вот такая модель которая называется бэтмен я я не думаю что все осмелиться ее надеть даже на самых смелых специфическая вот так вот она выглядит кто-то это делает вот так чтобы скрыть эти уголки тогда включая на рожки похожи наоборот открываю полностью вот показать форму очков еще раз привлечь больше тебе внимание есть вот такая привычная классическая круглая форма на немножко длиной оправе в общем-то тут привычный круглый вы помнишь в том году круглые очки даже в моде вот покажем классический вариант круглых очков а вот этом те которые сейчас да то здесь добавлены немножко иная форма оправы что делает их по уже немножечко ближе классики ближе классики да и в то же времени не слишком классическим потому что пластиковая вот эта вот форма и золотая оправа в общем в целом ничего я бы поставил плюс к этим очкам они какие-то прикольные сидят в общем то не примитивно выглядят есть вот такой вот еще один фишечный формат это стекла зеркала они разных цветов кто-то называет бензиновые когда велись такой идет кто-то просто останавливается на едином свете синий фиолетовый желтый красный крутые мне нравится то здесь никакой оправы нет здесь какая-то фишечка добавлены фурнитуре и простые зеркальные стекла тоже для смелых потому что не все любят вот эти цветные зеркальные отражения кроме того за ними сложнее ухаживать за ними до сложнее любое какое-то прикосновение вызвать пятно который будет и приноски неудобно и общая что там огромное для определенного случая либо по то сессии очки конечно есть те кто называется модниками транссеттер не прочим сетра это те модники дети блогеры видео блогеры которые используют такие фишки очень мощные жесткие в очках они абсолютно не париться о том не ограничивать себя ни в чем и вот это эти очки этому сильное подтверждение я их надеваю честно признаюсь ниже чем они должны сидеть на самом деле потому что если их надеть правильно что будет вот так мое лицо визуально куда-то убежала вверх и не комфортно мне хочется вывернуть на место тем самым подвинуть очки переносится чуть ниже да так лучше смотрит да и вернуть все по местам то есть чтобы ну опять же вот здесь вот это вытянутая кошка который гипер кошки я бы сказала гипер огромные круги если взять просто круги это будут классические очки которые вот они вообще были в том году сейчас они тоже будут для на любителя так скажем если вы оценили если вы занимаетесь водой если вы пишете какие-то статьи про моду и про фишки и про тренды это про вас сделать какой-то супер крутой снимок в инстаграм положить на полочку и пусть они живут это что касается фишек в очках мне очень нравится когда используют в классических очках с диоптерами либо вымиджевых очках без диоптере очень тонкая такая тоненькая цветная оправа мне кажется это смотрится очень круто стильно это как раз тот случай когда необходим цвет в образе мы его выражаем в оправе что касается пластиковой и широкой оправы цветной в очках солнцезащитных я немножко против потому что это отошло это выглядит как раз таки создает тот инфантилизм и выглядит по-детски вот этот пластик короче пластику нет пластик уже и жить и так что у нас сейчас трендах в очках очки на пол лица бензиновый зеркальный эффект на стекле до полизации оправы вот что еще очки супергероев очки супергероев очки див 70 кстати вот эти вот вот эти и большие вот эти вот очки которые идут они как раз таки оттуда 60 70 они пришли к нам вместе затем те очки которые не носят ни фишку ни характеру но просто идеально на вас сидят это тоже у каждой должна быть хотя бы одна пара очков нужно начинать то есть те которые вам идут они не модные не трендовые но на вас сидят очень круто то же самое в одежде в общем-то можно сказать и большой жирный нет очкам из цветного пластика который естественного портит форма вашего лица очки идет время они кстати все еще до сих пор пользуются популярностью среди модников это та часть которая и завершает и как-то дополняет образ поэтому им плюсик их отнесем к плюсу все остальное все что не имеют ничего не фишки четкости не грамотности цвета и ничего это все относится к минусам и мы все это пропускаем всем пока пока вот такая очки которые